Здравствуйте, с вами снова я Мария Еременко. Сегодня я расскажу вам о том, как добавлять к записям категорию оценок. Итак, прежде чем использовать категорию оценок, мы должны их создать на странице настройки, как мы делали это в прошлом видео уроке. Перейдем на страницу созданного курса и перейдем в уже готовое задание и добавим сюда категорию оценки, в которой она будет перечисляться. Нажмем кнопочку «Изменить» и, как вы видите, в категории оценок здесь появляются наши категории. Это у нас личное письмо. Я убираю письмо и нажимаю «Сохранить». Чтобы добавить категорию оценок к новому заданию, мы давайте создадим просто новое задание. Назовем его также «Личное письмо 2». Добавим шаблон. Здесь откроем возможность каждого учащегося делать прямо в документе в своем. То есть делаем для каждого учащегося копию и в категории оценок сразу выбираем письмо. Баллы не меняем, срок сдачи можно указать и тему также укажем в модуль 1. Нажимаем «Создать задание» и задание создается. При необходимости можно изменить назначенный максимальный балл для категории оценок. Смотреть категорию оценок, добавленную к записи, можно на странице «Оценки». В категории указано здесь «Письмо». Можно посмотреть на странице «Задание». Оно указано здесь посередине между названием и временем публикации. Также можно посмотреть в разделе «Инструкция». Для этого нам нужно нажать «Посмотреть задание» и перейти в «Инструкцию». И здесь мы увидим, что здесь написано «Письмо». А также можно посмотреть в профиле учащегося. Заходим в наш класс. Переходим в вкладку «Задание». И в задании указано, что это за категория. В данном случае это письмо. Ну вот и всё на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!